Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Галц, и сегодня мы с вами поработаем с вот таким вот прелестным пряничком, пряничком-этикеточкой. И давайте с вами начнем. Все, кто присоединяется, поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно-видно, минусы, если не слышно, и будем с вами начинать. Также все, кто присоединяется, не уходим, потому что в конце этого эфира среди тех, кто онлайн, проведу розыгрыш. Итак, меня зовут Светлана Галц, я увлекаюсь росписью пряников необычных, 3D-шных, и не только 3D-шных, разных. Такие вот работы мы расписываем с моими ученицами, это более такая вот обычная пряничная работа, есть у меня и необычные работы, например, вот такой вот объемный 3D-шный цыпленочек, который выполнен полностью из пряничка и айсинга, еще и шкатулочка. Делаю разные пряники, и сегодня мы с вами поработаем с вот такой вот красивой этикеточкой. Будем работать тоненькой кисточкой, у меня это сегодня синтетическая Брауберг двойка, покупаю в художественном магазине. Танечка, добрый вечер! Друзья, к тебе все, кто присоединился, я напоминаю, что в конце этого эфира, если нас будет больше 20 человек в эфире, я проведу розыгрыш мастер-класса со своего закрытого пряничного клуба среди тех, кто онлайн. Поэтому не уходим, чем больше человек, тем больше будет проведено розыгрышей. Итак, давайте начинать работу. Потом, кстати, это видео тоже будет добавлено в клуб, поэтому, девочки-клубчанки, я вас поздравляю. Кто присоединился, пожалуйста, поставьте плюсики, если все хорошо видно и слышно, и минусы, если не очень, и мы с вами будем начинать. Итак, друзья, у меня здесь палитра с гелевыми красителями. Один краситель я чуть не забыла добавить, сейчас, секундочку, белый цвет. Белый цвет сейчас я... Ой, какой у меня звук сдают, да? Так вот, сегодня мы с вами поработаем с вот такой вот интересной композицией. Плюсики вижу отлично, друзья. Напоминаю, что не выходим из эфира, чтобы попробовать выиграть подарок от меня и моего клуба пряничных мастеров. Итак, друзья, здесь у меня красители, это желтый, красный, черный, вот он, тут у меня коричневый, а нет, наоборот, черный, коричневый и синий. То есть у меня всего раз, два, три, четыре, пять, шесть цветов, которыми будем создавать красоту. Сегодня мы будем делать акварельную работу. Обязательно оставайтесь в эфире, потому что эфир тоже бывает зависал, чтобы вы смогли эту информацию хотя бы увидеть в эфире, если вдруг не получится это видео сохранить. Так вот, для работы нам понадобится стаканчик с водичкой и бумажная салфеточка. Начинаем работу с тонировки. Тонируем по контуру нашу этикетку. Для этого я возьму немножечко воды, добавлю сюда коричневый краситель. Так, немножечко желтенького, немножечко красненького, еще чуть водички, еще чуть желтенького. То есть такое должен быть у меня рыжеватый, разбавленный водой цвет. Это очень важный нюанс. Я вытираю кисточку-бумажное полотенце и начинаю по контуру наносить на мою вот эту вот прекрасную конструкцию. На такую вот разбавленную жижу. Наношу по контуру и сразу, как видите, немножечко растушевываю. Получается вот такой вот немножечко грязный контур. А так как у нас этикетка винтажная, то как раз-таки такая вот немножко грязноватость, она у нас будет очень актуальна и как раз-таки про винтажный стиль. То, что вы сейчас видите, это пряничная заготовка, покрытая айсингом. Шаблончики этой заготовки обязательно будут в клубе для девочек-пряничниц. Поэтому, девчонки, кто смотрит с клуба, у вас будут все шаблончики. Если вы не с клуба, то я буду показывать принцип нанесения цветов. Я думаю, у вас не возникнет нюансов и вопросиков, как это потом повторить. Отлично, мы с вами затонировали контур. Напомню, кто в эфире, не уходим с эфира, потому что в конце я проведу розыгрыш обучения со своего пряничного клуба среди тех, кто онлайн. Поэтому не выходим. Сейчас будет самая красота у нас происходить. А сейчас мы будем наносить контуры. Контуры я тоже буду наносить такой вот кисточкой. Можно делать это карандашиком, но я буду тоненько кисточкой наносить. Мы сегодня будем рисовать восхитительную, я считаю, даже красивейшую вещь. Это веточку с лимонами. Девочки, веточка с лимонами. И я сейчас пытаюсь расположить мою будущую лимонную ветку, как она будет расположена. У меня примерно вот такая вот линия. И примерно начинаю представлять, где у меня будут мои лимончики. Один лимон у меня будет вот тут. Рисую такой овал с пипкой на конце. Второй лимон у меня будет спрятан вот за первым лимончиком. И еще один некрупный лимончик. У меня будет где-то вот тут внизу. Далее, конечно же, у меня будут листики. Один листик будет расположен вот где-то здесь. Второй примерно здесь торчать. И маленький листик вот с этой стороны. И можно какой-нибудь листенок вот тут. Пока ничего не понятно, я думаю. Поэтому оставайтесь, чтобы понять, что мы вообще с вами будем делать. Итак, вот у нас есть коричневый цвет, который мы намешали. Давайте поближе подвину. Добавляю туда еще чуть-чуть коричневого. И вытираю бумажное полотенчиком. Пока здесь сделаем более понятный контур у основания нашего деревца. А это у нас деревцы. Лимоны растут на деревьях, как вы знаете. Так, и кончик вот сюда. Далее, мы отводим к лимонам ножки. Ножки к листикам отводим. Так, сюда. И вот сюда. Примерно пока вот такая вот у нас картина получается. А я напомню, кто присоединился, в конце у нас будет розыгрыш. Поэтому не уходим среди тех, кто онлайн. Если у нас будет больше 20 человек, порадую вас приятным розыгрышем. Беру желтый краситель. Беру белый краситель. Добавляю сюда желтый краситель. Ух, прям сильно желтый. Давайте разбавим его беленьким. У нас должно получиться такой, знаете, светлый-светлый яичный желточек цвет. Этим цветом я начинаю намечать контуры будущего лимончика. Один, второй у нас сзади расположен. И вот тут вот он спрятан. И третий в самом низу. Есть сверху вот эта вот такая объемная пипочка. Так, отлично. И снизу тоже мы добавляем удлиненную часть. Вот такой получается основа для лимончика. И давайте сразу, пока мы тут находимся, давайте сразу его начнем потихонечку затемнять. Затемнять мы будем лимонный цвет через голубой. Поэтому добавляю сюда синенький цвет, желтый. И немножечко коричневого. Еще чуть-чуть коричневого. И чуть-чуть желтенького. То есть получается такой коричневатый оттеночек. Намечаем вот этим вот немножко зеленоватым цветом. стукающими вот такими движениями немножечко контуры. Далее я беру кисточку, вытираю бумажное полотенечко. И вот эти вот наметки я начинаю немножко кисточкой размывать. Так. Далее чуть-чуть здесь делаем зеленоватый. То есть не весь лимон у нас будет с зеленоватого цвета. И тоже вытираю кисточку, чуть-чуть размываю. Далее возьмем у нас желтый оттенок. Добавляю сюда чуть больше красненького и чуть-чуть коричневого. Такой вот рыжеватый. Ой. Так. Такой вот рыжеватый оттенок у нас получается. Этим рыжеватым оттенком я начинаю прорабатывать контуры. Прорабатывать контуры обратную сторону. Здесь у нас тоже пойдет такой цвет. Нижняя часть тоже. Далее здесь у нас пойдет рыжеватый. И немножечко вот сюда по низу. Как видите, такой немножко размазанный получается у нас эффект. Берем кисточку, вытираем и начинаем пытаться все это дело размыть. пытаемся размыть. Я помочила кисточку, вытирла ее бумажное полотенце. чтобы не было четких контуров. Только такой вот яркий желтый лимончик. отлично. Базу мы с вами сделали. Также напоминаю, кто сейчас только присоединился, мы сейчас расписываем пряничек в виде лимончиков. Поэтому не уходите. Уверена, вам будет интересно посмотреть, чем же все это закончится в результате. Пока лимончики не трогаем, давайте возьмемся за листочки. Для этого я возьму белый цвет, туда также добавляю желтый и, как вы знаете, синий объединяем и получается у нас зеленоватый оттеночек. Вот такой вот оттенок, достаточно светленький, яркий, зелененький у нас получился и мы его аккуратненько наносим на лепесточки. Немножко неровная форма у лепесточков. Вот такая вот примерно форма. Сейчас будем думать, где располагать лепесточки, чтобы красиво было и смотрелось симпатично. Давайте вот тут какой-нибудь изогнутый товарищ. Вот такой вот формы сделаем его. Посмотрите, форма в виде восьмерочки. Обратите на это внимание. Вот тут сделаем в конце, как будто бы за лимоном выглядывает листик. И давайте тут какой-нибудь тоже какую-нибудь небольшую листовую штучку. По-моему симпатично, как вы считаете. Дальше я мою кисточку, вытираю бумажное полотенце. Мне нужно создать эффект сияния. Поэтому я беру кисточкой по центру. От конца, скажем так, листика. Начинаю вытирать цвет. И у меня появляется вот такая вот сияшка. Так, делаю такую же сияшку вот тут. И где-нибудь тут по центру. То есть основа у нас уже есть. Это отлично. Давайте с вами начнем уже более детальную проработку. Друзья, напомню, что если будет в эфире больше 20 человек, то проведу розыгрыш своего мастер-класса с пряночного клуба. Поэтому не уходите. А я возвращаюсь к росписи. Давайте сначала проработаем стебелек. То есть мы с вами нанесли базовые оттенки, проработаем стебелек. Для этого я беру коричневый оттеночек и прям коричневым оттенком начинаю более четко проходить по намеченным нами линиям. То есть более такой вот, как вы видите, более темный оттенок. Добавляю несколько коряжек. Оксана пишет, что немножко опоздала. Присоединяйтесь, мы тут еще работаем. А также напоминаю всем, кто будет в эфире, если будет у нас сейчас более 20 человек к концу эфира, проведу розыгрыш урока со своего клуба.